Чекмагушевский район Марат Салахов уже много лет живет в Уфе. Каждый год он приезжает на свою родину. В Чекмагушевский район, на Сабантуй. Марат Рифович признается, чем старше он становится, тем сильнее тянет на малую родину. Охота хотя бы год, два раза приехать, общаться, деревни посмотреть. В детстве много эпизодов хороших. Молодость же она все-таки интереснее была. Одноклассники им собирались, выходили тоже на природу. Вот это самое главное вспоминается. В Чекмагушевском районе живут люди разных национальностей. Татары, русские, башкиры, чуваши и многие другие. На Сабантуе они знакомили гостей праздника с культурой своих народов. Свою продукцию представили фермерские хозяйства. Среди юрт выделялась мастерская умельцев. Рядом с ней, напевая татарский мотив, плел корзину Риф Сулейманов. Он единственный, кто владеет этим ремеслом в районе. Риф Хафизович – самоучка. При этом он охотно делится секретом изготовления корзин. Когда делаешь петлю из ивовых веток, они ломаются. Осенние прути не ломаются, они гибкие. Из них получается хорошее изделие. Сабантуе открыл парад работников лучших предприятий. В шествии приняли участие сотрудники компании «Фанет». Они подключают жителей Чекмагуша к высокоскоростному интернету, телевидению и видеонаблюдению. С сегодняшнего дня мы уже начали первое подключение абонент. Вот как раз сейчас подключают первый дом. Дом через минут 40 закончится. И у нас уже будет первая подключенная абонента в Чекмагуши. Компанию «Фанет» организовала для самых юных гостей праздник игровые зоны. Дети раскрасили героев мультика, играли в гигантские шашки, хоккей на траве, стреляли из лука и проверили свою меткость в дартс. Возрастная категория Сабантой объединил несколько тысяч человек. Некоторые из них давно живут в другом городе. Кто-то ни разу не покидал свой район. Но всех их объединила родная земля. Место, куда им хочется возвращаться. Телеканал ЮТВ